Привет, друзья! Я Поляков Михаил, это канал Автоподбор Полякова. Вы смотрите уже 19-ю часть большого руководства, как выбрать и проверить автомобиль с пробегом. А именно, как проверить ДСГ перед покупкой автомобиля. Если ты на канале, впервые обрати внимание на другие части руководства. Оно простое и реально полезное. А чтобы руководство не потерять, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если окажется полезно, лайк и комментарий будут отличной благодарностью. Ссылка на руководство в описании под видео и в закрепе. В этом видео я простыми словами расскажу об устройстве преселективного робота, обсудим самые распространенные неисправности и поговорим о проверке робота по косвенным признакам и о компьютерной диагностике. Любая роботизированная коробка переключения передач по своей сути является механической коробкой с электронным управлением переключения передач. То есть в отличие от механической трансмиссии, выжимает сцепление и переключает передачу робот. На заре появления роботизированной трансмиссии на широком потребительском рынке она выпускалась в исполнении с одним сцеплением. Коробка вообще мало чем отличалась от механики. С начала 2000-х годов электросервоприводный робот с одним сцеплением начал набирать популярность. Но даже если не брать в расчет уровень надежности роботизированных коробок, они обладали главным недостатком – медлительность. Поэтому популярность этого типа трансмиссии быстро пошла на спад, когда появились новые преселективные роботизированные коробки переключения передач. Своё название преселективная трансмиссия берет от английского preselect, что означает предварительный выбор. Основная особенность преселективной трансмиссии – это наличие двух первичных валов и двух сцеплений. Образно говоря, преселективная коробка объединяет в себе сразу две механические трансмиссии в одном корпусе. Основной принцип преселективности в том, что при движении автомобиля включены сразу две передачи. Одна четного ряда и одна нечетного. Но одно сцепление разомкнуто, а второе передает крутящий момент. То есть, когда вы едете на первой передаче и крутящий момент передает первое сцепление, робот уже включил вторую передачу на втором ведущем валу. Но второе сцепление пока разомкнуто. Как только пришло время переключить передачу, размыкается первое сцепление и сразу же включается второе. Такой принцип работы трансмиссии позволяет переключать передачи на повышение максимально быстро. А вот скоростью понижения передачи робот похвастаться не может. Чтобы двигаться, например, на третьей передаче и иметь предварительно включенными сразу четвертую и вторую, трансмиссия должна была бы иметь уже три вала и сцепление. Стоит отметить, что еще в 2016 году Honda запатентовала трансмиссию с тремя сцеплениями. Но станет ли массовое производство в такой коробке целесообразным или прогресс пойдет по иному пути, покажет время. Безусловно, преселективную трансмиссию отличает скорость работы. Переключение передачи на повышение происходит практически мгновенно и без потери крутящего момента, что в свою очередь положительно сказывается на динамике разгона, плавности хода и топливной экономичности. Скорость переключения передачи у трансмиссии DSG-7 варьируется от 0,08 до 0,12 секунды. А, например, робот Lada Vesta переключает передачу от 0,8 до 0,5 секунд. Разница в 10 раз. Но не спешите смеяться над Vesta, и просто ее трансмиссия обладает только одним сцеплением. Поэтому, если о коробке DSG нужно всего лишь разомкнуть одно сцепление и сомкнуть другое, то робот Vesta за секунду успевает еще и переключить передачу. Здесь работает принцип, за что платишь, то и имеешь. Роботизированная трансмиссия с одним сцеплением и одним ведущим валом гораздо проще в производстве и обслуживании. Как следствие, дешевле при покупке и дешевле в ремонте. Почему же до сих пор многие стараются избегать роботизированную трансмиссию и предпочитают старый добрый гидротрансформаторный автомат? Все дело в том, что роботизированная трансмиссия считается ненадежной. Но так ли это или слухи о ненадежности робота преувеличены? Конструктивно преселективная трансмиссия состоит из трех основных элементов. Это сцепление, электронно-гидравлический блок и механическая часть трансмиссии. Практически все преселективные коробки объединяет две распространенные проблемы. Быстрый износ сцепления и выход из строя электронно-гидравлического блока. Для DSG выпускаемой группой VAG это мехатроник, а для трансмиссии PowerShift концерна Ford это модуль TCM. Но суть одна. Мехатроник это основной управляющий блок преселективной трансмиссии, который представляет из себя электрогидравлический механизм, датчики и электронный блок управления. И если в случае со сцеплением все понятно, это фактически расходник, который нужно менять периодически, то поломка мехатроника это страшный сон автовладельца. И самое страшное в его поломке это цена ремонта. На заре появления преселективных коробок стоимость замены мехатроника была просто космической, а за его ремонт вообще никто не брался. Хотя до сих пор цена на мехатроник пугает многих, сейчас в продаже уже можно найти восстановленные, а также появилось достаточно мастерских, которые возьмутся за ремонт вашего мехатроника. Но починить дешево все равно не выйдет. К стоимости запчастей не забывайте прибавлять стоимость работы механика. Стоит отметить, что крайне пагубно влияет на ресурс сцепления и трансмиссии в целом чип-тюнинг двигателя. И агрессивная езда в том числе. Элементы трансмиссии рассчитаны на определенный крутящий момент, который повышается чип-тюнингом, и коробка подвергается повышенному износу. Увеличение крутящего момента может не только сократить ресурс сцепления вдвое, но и привести к быстрому износу механической части трансмиссии. Друзья, отвлекусь на несколько секунд, чтобы напомнить, что на моем канале я совсем недавно опубликовал видеообзор обновленного толщиномера Корсис ДПМ-816. Крайне рекомендую его посмотреть. Корсис вас приятно удивит своей точностью, скоростью, комплектацией, гарантией и ценой. Ссылку на видеоролик оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Возвращаемся к нашим роботам. Преселективные трансмиссии делятся на два типа. С сухим сцеплением и с мокрым. Первые модификации преселективных роботов выпускались в мокром исполнении, где весь механизм сцепления помещен в масляную ванну. В дальнейшем для автомобилей с двигателями небольшой мощности была разработана трансмиссия с сухим сцеплением. Более легкая, более компактная, более дешевая в производстве и обслуживании. Основные модификации трансмиссии группы ВАГ – это DSG-6 модификация DQ-250, которая является шестиступенчатой, с мокрым сцеплением и устанавливается на моторы с крутящим моментом до 350 Нм. DSG-7 модификация DQ-200 – это семиступенчатая трансмиссия с сухим сцеплением, устанавливается на моторы с крутящим моментом до 250 Нм. А также существует DSG-7 в модификациях DQ-500 до 600 Нм и DL-501, известная как Astronic, с мокрым сцеплением и способная переваривать крутящий момент до 550 Нм. Есть и другие модификации, но мы не будем их касаться в этом видео, так как сейчас речь о роботе в целом и его возможных проблемах. Например, DSG-7 DQ-380-381 – это урезанная по крутящему моменту версия мокрой коробки DSG-7 DQ-500 или DSG-7 DL-382 – младшая модификация DL-501. Многие автолюбители полагают, что преселективная трансмиссия с мокрым сцеплением надежнее, ведь пакеты фрикционов, то есть сцепления, находясь в масляной ванне, получают дополнительное охлаждение. Действительно, это продлевает срок службы сцепления, но это является и слабой стороной данного типа трансмиссии. У DSG-6 DQ-250 и DSG-7 DQ-500 единый масляный контур. По всему объему трансмиссий, по механической части, сцеплению и мехатронику циркулирует единый объем масла. А это значит, что все продукты износа сцепления и механической части коробки создают абразив, попадающий в мехатроник, который является очень нежным узлом и чувствительным к любому загрязнению масла. Если в двух словах, то в мехатронике есть гидроплита с множеством отдельных каналов и электромагнитными клапанами, соленоидами. Блок управления коробки дает команды соленоидам, которые открывают и закрывают отдельные масляные каналы, создавая заданное давление в нужных точках, приводя в движение вилки, переключая передачи и управляя сцеплениями. Если масло в коробке давно не менялось или на автомобиле знатно отжигали, то создавшийся в масле абразив повреждает соленоиды и плунжеры. Поврежденные соленоиды начинают работать нестабильно, они полностью открывают или закрывают масляный канал, теряют плавность хода или даже подклинивают. Возникновение проблем с мехатроником может запустить цепную реакцию, разрушение всех узлов трансмиссии. Например, если неисправны соленоиды, управляющие сцеплением, то сцепление начинает работать некорректно, получать повышенный износ. Как следствие, передачи теряют точность включения, страдает механическая часть коробки. А повышенный износ сцепления и его продукты износа еще больше ухудшают состояние мехатроника. Критический объем стружки в масле даже может вывести из строя масляный насос, создающий рабочее давление в коробке. Трансмиссионная жидкость, загрязненная продуктами износа, может нанести вред и механической части трансмиссии напрямую. Если забитые трубки подачи масла на валы, они испытывают масляное голодание, что влечет за собой выход из строя вала трансмиссии. Может быть и обратная последовательность, когда разрушение механической части образует повышенное количество продуктов износа. Это выводит из строя мехатроник, а дальше страдает сцепление или другие механические части. И так по кругу до полной кончины коробки, если вовремя не принять меры к устранению неисправностей. Началом такого процесса может стать критический износ дифференциала трансмиссии, в котором появляются люфты, зацеп шестерен происходит с перекосом, что увеличивает количество продуктов износа. Кстати, это одна из болезней DSG-6, но проявляется она в основном у водителей, предпочитающих агрессивное вождение, активные старты и ускорения. Но проблема может получить свое начало всего лишь после 5-минутного буксования в снегу. Какой вывод можно сделать из вышесказанного в свете подбора автомобиля с пробегом? Напрашивается два вывода. Первый DSG-6 крайне требовательна к чистоте и качеству масла. Очень желательно, чтобы продавец мог предъявить историю обслуживания автомобиля, включающую в себя периодичность замены масла в трансмиссии. Согласно рекомендациям завода-изготовителя, такая замена должна происходить не реже, чем один раз в 60 тысяч километров. Тем не менее, если владелец автомобиля хочет продлить жизнь коробки, стоит сократить этот интервал до 40-50 тысяч километров. А еще лучше 30-40, если владелец не отказывает себе в удовольствии нажать на педаль газа посильнее. На современных версиях DSG-6 установлено два фильтра. Фильтр грубой очистки внутри корпуса трансмиссии, и его замена возможна только после разбора коробки. А также дополнительный внешний фильтр тонкой очистки, который обязательно нужно менять. Но, как вы уже поняли из сказанного выше, если коробку запустить, то фильтры уже не помогут. Кстати, еще одной частью системы мокрых DSG-6, DSG-250 и DSG-7, DSG-500 является теплообменник. Он призван подогревать масло в коробке в холодное время года за счет тепла, охлаждающей жидкости двигательным. Через теплообменник трансмиссионная жидкость также охлаждается в жаркое время года. На больших пробегах автомобиля теплообменник рекомендуется как минимум промывать или даже менять. Это связано не только с потерей его рабочих свойств, из-за того, что он оказывается забит продуктами износа трансмиссии, но и из-за того, что он становится аккумулятором этих продуктов износа и может стать их распространителем. И второй вывод. Просто посмотрите на владельца автомобиля. Если это четкий пацанчик, а на заднем стекле автомобиля красуется надпись «Хулиган», можно сделать предположение, что его стиль вождения отличается от дедушки, который ездил в церковь по воскресеньям. Поэтому покупка автомобиля с роботом после 10 владельцев станет попросту лотереей. Но в нее можно сыграть, если у вас припасен бюджет на ремонт ДСГ. И пара слов о ДСГ-7 с сухим сцеплением. Автолюбителями эта трансмиссия считается крайне ненадежной даже по меркам надежности робота. Но стоит отметить, что максимальное количество неисправностей сопутствовало этой трансмиссии на заре ее появления. Производитель постоянно улучшает и совершенствует эту трансмиссию. Хотя от всех ее проблем избавиться до сих пор не удалось. В ДСГ-7 ДКю-200 сухое сцепление и коробка имеет два отдельных контура масла. Один контур – это механическая часть коробки. И второй – мехатроник, в который заливается гидравлическая жидкость. Как становится очевидно из описанных выше проблем мокрой коробки, ДКю-200 лишена этих проблем, так как мехатроник изолирован от продуктов износа остальной части трансмиссии. К сожалению, это не решило всех проблем, а вот новых добавилось в избытки. Первые версии ДКю-200 собрали просто лавину отрицательных отзывов. Передачи включались жестко, перегорали платы мехатроника, Часто встречались отказы датчиков, электронасоса, Возникали проблемы механической части и программной. Сцепление едва ли могло пройти 40-50 тысяч километров. Трансмиссия с сухим сцеплением хуже переносит режим движения в пробках Из-за постоянного переключения и перегрева, В отличие от своего мокрого собрата, где сцепление постоянно охлаждается. Производитель постоянно дорабатывал железо ДКю-200, Изменялась конструкция корзины сцепления, вилок включения дисков, Материал накладок дисков сцепления, А программное обеспечение менялось по нескольку раз в год. Самые масштабные изменения произошли в 2012 году, Хотя еще два года после этого платы мехатроника часто перегорали, Но ресурс сцепления вырос практически вдвое. Нередко встречались проблемы с подшипниками вилки включения 6-й и задней передачи. Подшипник просто рассыпался, а соответствующие передачи просто исчезали. Шарики могли попасть под другие вилки, тогда исчезали и другие передачи. Вилку в 2016 году также модифицировали, исключив шариковые шарниры. Мехатроники некоторых серий страдали появлением трещины в гидравлической плите В месте установки гидроаккумулятора. Чаще всего эта проблема встречалась на автомобилях Шкода 2013 года выпуска и Ауди 2011 года. На других автомобилях эта проблема встречалась реже, Вследствие чего с 2014 по 2017 годы автоконцерн выпускал прошивку блока управления, Снижающую давление в системе с 60 до 53 атмосфер. Поломки механической части тоже не обошли DSG-7DQ200. Подшипники валов трансмиссии могут приказать долго жить очень рано, Поэтому интервал замены масла должен быть определенно ниже заявленного производителем, Хотя бы через каждые 40-50 тысяч километров. Кстати, гидравлическая жидкость в мехатронике на этой коробке вообще заявлена несменяемой. Тем не менее, если хотите продлить ему жизнь, меняйте жидкость и в нем вместе с заменой в механической части. Многие сходятся во мнении, что самой надежной трансмиссией из модификации DSG-7 является DL501. Ее младшая сестра DL382. Она имеет мокрое сцепление и два масляных контура, Один из которых объединяет мехатроник и сцепление, А второй отдан исключительно под механическую часть трансмиссии. Таким образом, в этой коробке решены сразу две большие проблемы. Во-первых, сцепление охлаждается, что продлевает его ресурсы. Во-вторых, масляный контур механической части отделен от мехатроника, Что исключает попадание стружки в его нежную гидравлическую систему. Если сравнивать надежность сухой DSG-7DQ200 и мокрой DSG-6DQ250, То большинство склоняется к надежности мокрой. Но, как сказано выше, проблемы есть и у нее, Большинство из которых можно избежать, исключив агрессивную езду и почаще меняя масло. На ранних версиях DSG-6 часто встречалась проблема с двухмассовым маховиком. Из-за конструкторского просчета маховик передавал вибрации на муфту сцепления. Поэтому поломка трансмиссии была практически неизбежна. В дальнейшем эта проблема была устранена производителем. Мокрая DSG-7DQ500 считается самой надежной трансмиссией в этой серии. Но проблемы с нежным мехатроником и сцеплением ей также присущи. Ну и после достаточно обширной вводной части, Которая позволит лучше понять причины возникновения тех или иных проблем, перейдем непосредственно к проверке при селективной коробке передач в пылевых условиях на осмотре автомобиля перед покупкой. Очевидно, стоит начать с простейшего. Осмотреть коробку визуально на предмет утечек жидкостей и взглянуть на приборную панель, чтобы убедиться, что на ней не включены индикаторы неисправности трансмиссии. Причины утечки масла обычно оказываются перекошенные или изношенные сальники. Если перед вами автомобиль с DSG-7, а индикатор включенной передачи мигает попеременно с гаечным ключом, становится очевидно, что трансмиссия имеет неисправность. Если никаких других симптомов нет, все передачи включаются и переключения происходят без рывков и посторонних звуков, то возможной проблемой может оказаться трещина в гидроплите мехатроника, о чем я говорил немного раньше. Естественно, если мы приехали на осмотр автомобиля с целью его купить, нам необязательно выяснять точную причину неисправности, а выявление факта неисправности просто станет причиной отказа от покупки. В большинстве случаев установить точную причину не поможет даже компьютерная диагностика, которой мы коснемся далее, а точный ответ сможет дать только демонтаж и диагностика мехатроника, а в худшем случае и разборка коробки. Оцените состояние радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера, установленных в передней части подкапотного пространства. Трансмиссия охлаждается от встречного воздуха, проходящего через радиаторы и поступающего в моторный отсек. Также система охлаждения двигателя участвует и в охлаждении мокрой трансмиссии через теплообменник. Поэтому хорошее состояние системы охлаждения двигателя важно и для коробки. Если соты радиаторов забиты грязью, прохождение через них воздуха затруднено, это может вызвать перегрев трансмиссии и мехатроника в жаркое время года и, как следствие, возникновение проблем. И второй очевидный шаг – тест-драйв автомобиля. Необходимо проверить работу трансмиссии в движении во всех режимах работы, а также убедиться, что все передачи попросту включаются. Может не включаться целый ряд передач, четных или нечетных. Причем при перезапуске автомобиля эта проблема может кратковременно исчезать и проявляться вновь при включении определенной передачи. Причиной может быть неисправная электронная плата мехатроника и требовать замены. Также может не включаться шестая или задняя передача. Чаще всего это происходит из-за разрушения втулки в вилки переключения передач. Переключение передач на роботе с двумя сцеплениями должно происходить плавно и практически незаметно. Если передачи включаются с пинками, рывками и подергиваниями, причины могут быть разные. Например, причина может скрываться в мехатронике или сцеплении. Чаще виновником появления данных симптомов является именно мехатроник. Если все передачи переключаются с ощутимыми пинками, то это может указывать на неисправность соленоида главной магистрали мехатроника. Переключаться с пинками может отдельно четный или нечетный ряд передач или отдельные передачи. Например, с первой на вторую. Скорее всего и в этом случае виноваты соленоиды мехатроника, которые уже не способны корректно регулировать давление в каналах гидроплиты мехатроника. Как я говорил выше, крайне важно проверить работу трансмиссии в разных режимах. Не только скоростных, но и температурных. Перед визитом к продавцу автомобиля попросите его не прогревать автомобиль. Некоторые неисправности, в том числе пинки при включении, могут возникать только на холодную. Другие проблемы могут стать очевидны только тогда, когда робот разогрет. Это касается и скоростных режимов. Один тип толчков может быть очевиден только при плавном ускорении, другие могут стать заметны только при интенсивном разгоне. Поэтому обязательно проверьте автомобиль в режиме движения в пробках. Чаще всего именно медленные ускорения и торможения, так называемый рваный режим движения на первой и второй передаче, проявляет неприятные симптомы поведения робота. При этом, если продавец говорит, что нужно просто адаптировать сцепление, не стоит верить на слово. Многие владельцы отмечают, что адаптация действительно помогает, но только на 1-2 дня. Пинки и подергивания могут проявляться не только во время переключения передач, но и во время набора скорости. Это тоже признак неисправности робота. Пинки и рывки могут быть не только явными и отчетливо проявляться. Может ощущаться дрожь и мелкие вибрации при старте автомобиля или при разгоне. Зачастую все это свидетельствует о неисправном сцеплении, которое требует замены, но не всегда, и в этом случае проблема может скрываться в мехатронике. Если ощущается вибрация при плавном начале движения, толчки и вибрация на постоянной скорости, а также сильный рывок во время торможения при движении на низкой скорости перед остановкой, то виновником таких симптомов может оказаться управляющий клапан сцепления в мехатронике. Обратите внимание на корректность включения передач не только вверх, но и вниз, то есть при сбросе скорости. В некоторых случаях именно при понижении передач возникает гул на некоторых передачах или щелчки при переключении передач. Чаще всего результаты диагностики касаются механической части трансмиссии, износ подшипников или люфт посадочных мест валов коробки. Также подшипники могут себя проявлять гулом или свистом сразу при включении режима драйв, который умолкает при включении нейтральной передачи или режима паркинг. Звуки, издаваемые роботизированной трансмиссией, могут быть красноречивыми и чаще всего говорят о неисправностях. Если вы слышите короткое подвывание в момент переключения передачи, скорее всего, неисправно сцепление. Хруст при переключении передач может быть следствием неисправности механической части. Чаще всего синхронизатор передачи. Хотя и в этом случае угадать причину невозможно, и требуется комплексная диагностика в автосервисе. Похожие симптомы могут сопутствовать неисправности сцепления, вилок или мехатроника. Гул и шум трансмиссии при движении автомобиля, возникающий при определенной скорости, может предвещать замену дифференциала. Часто эта проблема также сопровождается подергиваниями автомобиля при начале движения, что напоминает проблемы со сцеплением. На малой скорости дифференциал может проявлять себя хрустом, что часто путают с признаком неисправности шруса. Заблуждение связано с тем, что хруст может явно проявляться при начале движения, когда колеса автомобиля вывернуты в сторону. Посторонние звуки из коробки при торможении также могут являться признаками механических проблем дифференциала. Если есть малейшие подозрения, что механическая часть роботизированной трансмиссии проявляет признаки неисправности, будет не лишним посетить именно профильный автосервис, чтобы сделать компьютерную диагностику, если вы не обладаете необходимым оборудованием. Также в автосервисе можно взять пробу масла на предмет наличия стружки в нем. В целом посещение автосервиса, специализирующегося на роботизированных коробках, идея неплоха, если вы планируете покупку нежного и капризного преселективного робота, даже если на первый взгляд вы не выявили признаков неисправностей. В идеальном случае нужно демонтировать мехатроник и заглянуть внутрь коробки, чтобы визуально проконтролировать наличие металлической стружки на улавливающих магнитах. Проба масла не всегда дает надежный результат. С другой стороны, далеко не каждый продавец позволит такие значительные диагностические работы. Поэтому, как бы тщательно вы не проводили проверку, все равно покупка робота – это в некотором смысле лотерея. Петь свою песню может и двухмассовый маховик. Я имею в виду жужжание, стрекотание, скрежет, дребезжание или лязгание, которое характерно для неисправного маховика. В большинстве случаев звучание маховика можно услышать даже на холостом ходу, а также при начале движения или даже при запуске холодного двигателя. Сперва неисправность проявляется звуком незначительно, но со временем становится все более явной. Задачей двухмассового маховика является гашение крутильных колебаний, передающихся от двигателя на сцепление. Со временем, особенно в условиях перегрева, смазка двухмассового маховика теряет свойства, что может вызывать появление люфтов в механизме маховика и повреждение пружин. А если появился люфт, то износ только будет нарастать. Проявляется неисправность маховика не только звуком. При серьезном износе появляются подергивания при разгоне, с низких оборотов или на высокой передаче, а на холостом ходу может появляться вибрация. Тем не менее, можно выполнить косвенную проверку двухмассового маховика. Двигаясь на автомобиле, ускорьтесь до включения пятой передачи. Понисьте обороты до 1300 оборотов в минуту и резко нажмите на педаль газа. Если в этот момент не появляется посторонних звуков трансмиссии, то с большой вероятностью двухмассовый маховик исправен. Двухмассовый маховик – дорогостоящий узел, поэтому стоит убедиться в его исправности. В среднем ресурс маховика составляет около 150-200 тысяч километров, но он может уменьшиться из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Для преселективной роботизированной трансмиссии характерна такая неисправность, как пробуксовка сцепления. Так как сцепление в преселективном роботе 2, то проскальзывание сцепления может наблюдаться на четном ряду передач или нечетном по отдельности. Пробуксовка проявляется схожа с механической трансмиссией, создается ощущение отсутствия тяги, обороты растут без соответствующего набора скорости. Может пройти некоторое время перед тем, как трансмиссия полностью откажет. Перейдем к компьютерной диагностике DSG. Если вы планируете самостоятельно провести диагностику трансмиссии, вам потребуется обзавестись диагностическим оборудованием и софтом Одис, VCDS, Васи Диагност или хорошим мультимарочным сканером. Размечаем сканер в диагностическом разъеме автомобиля OBD2, подключаемся к автомобилю в диагностическом софте и читаем ошибки. Если ошибки в блоке коробки есть, то все расшифровки кодов ошибок и описания несложно найти в интернет. Если ошибок нет, то проваливаемся в блок управления трансмиссией и заходим в измеряемые группы. В разном софте этот раздел может называться по-разному. Измеряемые величины или потоки данных. DSG-7DQ200 позволяет проверить давление в гидроаккумуляторе мехатроника. Для этого необходимо открыть данные группы 30. В первом поле группы указано максимально допустимое давление. Обычно 60 бар. Позднее оно снижено производителем до 52. Во втором поле группы 30.2. Минимальное давление 42 бар. А третье поле это фактическое давление, значение которого должно находиться в диапазоне между минимальным и максимальным. В группах 56, 57, 58 записывается 12 последних ошибок мехатроника. Эти ошибки обычно не являются критическими и они не попадают в общий список ошибок блока управления. Если ошибок нет, то в полях будут записи 65, 535, значение F, 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 F или нули. Две последние неисправности и параметры в момент их возникновения записываются в диапазон групп 235, 242 для первой неисправности и диапазон 245, 252 для второй неисправности. Для DSG-6DQ250 это диапазон групп 90-94. Пробег мехатроника хранится в группах 28, 52, 109. Значения могут незначительно отличаться от приборной панели, и это нормально. Следует учитывать, что при замене мехатроника на новый он будет записывать пробег с нуля, а если замена производилась на узел бывший в использовании, то он будет хранить свой прежний пробег. DSG-7DQ200 позволяет провести косвенную проверку состояния сцепления с помощью компьютерной диагностики. Для этого нам нужно будет оценить данные в группах 95, 96, 97 для первого сцепления и 115, 116, 117 для второго сцепления. Запас хода штоков по зазору сцепления. Это ход штока от крайнего положения разомкнута до начала передачи крутящего момента. Если зазор слишком мал, значит сцепление пережато, что может негативно сказываться на корректности работы сцепления. Чтобы рассчитать этот показатель, нужно из значения блока 95, 1, начала передачи крутящего момента, вычесть значение блока 97, 1, шток полностью убран для первого сцепления, и значение блока 115, 1 минус значение 117, 1 для второго сцепления. Результат должен быть больше 3 мм, но и слишком большое значение может быть результатом неправильной установки сцепления после замены. В этих же группах мы можем косвенно оценить запас хода штоков на износ дисков сцепления. Для первого сцепления показания блока 97, 2, шток максимально выдвинут, вычесть показания блока 96, 3, передача полного крутящего момента. А для второго сцепления вычесть из показаний блока 117, 2, показания блока 116, 3. Результат должен быть больше 2 мм. Значение нового сцепления 6-8 мм в зависимости от модификации сцепления и от регулировки при его замене. Чем полученный результат ниже, тем скорее сцепление может начать буксовать и потребует замены. Стоит понимать, что этот расчет не является точными данными замера остаточной толщины дисков сцепления. Это косвенные данные, основанные на измерении хода штоков привода сцепления. Есть мнение, что идеальные значения блоков 96, 3 и 16, 3 передачи полного момента это до 22 мм, а предельные 27 мм. Мокрое DSG-6 тоже позволяет косвенно определить износ сцепления. В группе 16 можно найти значение хода вилки сцепления. Блок 16, 1, 1, 3 передачи, блок 16, 2, 2, 4 передачи, блок 16, 3, 5 и нейтральная передачи, блок 16, 4, 6 и задняя передачи. Идеальное значение хода штока 8 мм. Отклонения более чем на 3 единицы свидетельствуют о существенном износе. Показания могут быть доступны только при включении соответствующих передач. DSG-7DQ200 позволяет проверить температурные режимы сцепления, в которых оно эксплуатировалось, а также время эксплуатации в каждом из режимов. Группы 99, 100 и 102 для первого сцепления. В блоке 99, 1 время эксплуатации в часах в режиме до 100 градусов. Блок 99, 2 до 150 градусов, 99, 3 до 200 градусов, 99, 4 до 250 градусов, блок 102, 1 до 300 градусов, 102, 2 до 350 градусов и 102, 3 больше 350 градусов. В группе 100 счетчик перегрева сцепления. Аналогично для второго сцепления в группах 119, 120 и 122. Максимальная температура, достигнутая в мехатронике, записана в блоке 39.4. В блоке 98.4 можно увидеть максимальную температуру, которую достигало первое сцепление. И в блоке 118.4 этот же показатель для второго сцепления. В этих же группах можно увидеть данные коэффициента сцепления 98.1 и 118.1. И показания деформации сцепления в блоке 98.2 и 118.2. Нормальный показатель коэффициента сцепления от 0.95 до 1.02, а показатель деформации 0. Данные параметры нужно проверять в движении. В DSG-6DQ250 тоже можно оценить жажду скорости предыдущего владельца, а именно оценить температурные диапазоны эксплуатации коробки. Здесь все плавает в одной масляной ванне, включая сцепление, поэтому диапазоны температур скромнее. В блоке 140.1 часы работы коробки в температурном режиме до 90 градусов, 140.2 до 110 градусов, 140.3 до 120 градусов, 140.4 до 130 градусов, 141.1 до 140 градусов и 141.2 свыше 140 градусов. Блок 141.3 покажет максимальную зафиксированную температуру в коробке. При температуре выше 138 блок управления снижает крутящий момент и коробка переходит в аварийный режим. Группы 64.1 и 64.2 это счетчики перегревов. На этом я, пожалуй, закончу, потому что тема компьютерной диагностики поистине бесконечна. Кто понял принцип, тот без труда найдет дополнительную информацию в интернет. А кто не хочет вникать и разбираться, могут сделать обязательным посещение профильного автосервиса, чтобы компьютерную диагностику провели специалисты. Или заказать автоподбор, например, у меня. Телефон вы видите на экране, звоните, пишите в мессенджер. Мой вывод такой. Преселективный робот это комфортная, быстрая и перспективная трансмиссия. Но автомобиль с DSG нельзя покупать на последние деньги, потому что ее надежность все еще оставляет желать лучшего. О стоимости ремонта и даже штатной замены сцепления может неприятно удивить. Даже если деньги не последние, но вы привыкли, что машина работает на вас, а не вы на машину, то я бы рекомендовал дважды подумать перед тем, как сделать выбор в пользу DSG. Также смущают противоречия, которыми обладает робот. Он быстрый, но не для агрессивной езды. Он комфортный, но быстро изнашивается при движении в рваном режиме, то есть в пробках. Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. А если решили иметь, то тщательно проверяйте перед покупкой. Поставь лайк, если согласен с моим выводом. И напиши в комментариях, что сам думаешь о DSG или о своем опыте эксплуатации. Подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не потерять руководство, как выбрать и проверить автомобиль. Это была 19-я часть руководства. Ссылку на плейлист с остальными частями оставлю в описании и в закрепленном комментарии. На этом все. Пока.